20 человек в эфире. Ну что, давайте начнем наш сегодняшний небольшой эфир. Пробежимся по последним новостям, которые мы знаем. И самая главная новость, естественно, это повышение цены на газ. То есть правительство Украины вчера повысило цену на газ на 24%. И как заявил, собственно, премьер-министр Украины Гройсман, я об этом писал на Фейсбуке, основная причина повышения цены на газ это долги Украины перед внешними кредиторами. То есть люди давали деньги, то есть организации, государства давали деньги Украине на развитие, допустим, государства, на проведение каких-то реформ, на поддержку экономики. Ну, разные были пункты, да. И, соответственно, теперь эти долги нужно возвращать. И возвращать будут эти долги не те, кто их брал, правительство Украины, а возвращать эти долги будете вы, да, то есть граждане Украины. К сожалению, многие люди в Украине, ну, это один пункт, то, что люди не разбираются в финансах, да, не разбираются в экономике, не разбираются, что такое вообще деньги, откуда они берутся, как они появляются, вообще зачем они нужны. Люди просто ходят на работу, получают зарплату, а многие получают просто какую-то там пенсию. Ну, и вот, как бы, вот, в принципе, на этом познание в деньгах для них ограничено, да, то есть ограничивается. Соответственно, правительство Украины, когда берет какие-то займы, допустим, вот новость появилась, там, этот валютный фонд МВФ выдал Украине, это биллиард долларов. И премьер-министр Порошенко об этом говорят, как будто это какая-то победа, то, что они достигли какого-то, ну, невероятного соглашения, и вот, все мировое сообщество помогает Украине, выдает деньги. Но дело в том, что вот этот факт примерно равноселен тому, чтобы вот вы пошли бы в приватбанк, да, там, или какой-нибудь другой банк, взяли бы, допустим, в долг, там, 100 тысяч гривен, пришли бы, допустим, домой и торжественно бы огласили своим родным, что вы сегодня в приватбанке взяли 100 тысяч гривен или, там, 100 тысяч долларов. И нормальный человек, да, вот адекватный в семье скажет, а зачем ты взял эти деньги? То есть вот ты взял, ты повесил на нашу семью долговые обязательства. И как ты будешь распоряжаться этими деньгами? И, допустим, вот человек, который взял и говорит, я, допустим, вот хочу открыть бизнес, и мы сейчас откроем компанию, я вот инвестирую вот эти вот 100 тысяч, которые я взял в приватбанке, в бизнес, и через там несколько лет мы заработаем там 300 тысяч гривен, да, отдадим процент и будем в каком-то плюсе. Да, вот потом 500, миллион, то есть это будет прогрессивно. И ваша семья говорит, ну хорошо, давай, будем стараться, это риск, но будем стараться. А как происходит в Украине? Правительство берет миллиарды долларов, МВФ, других кредиторов, и семья, ну то есть население Украины не спрашивает правительства Украины, а куда ты, собственно, собираешься потратить эти деньги, и не контролирует расход этих денег. Они продолжают ходить на работу, они продолжают получать пенсию, они не задают вопросов. Ну раз вы не задаете вопросов, так почему бы не взять еще пару кредитов, вы идете снова в Приватбанк, вы снова берете 100 тысяч, 200, 300, миллион, миллиард, да, то есть вы забираете огромный кредит. И ваша семья не спрашивает, ну ваше население Украины, а зачем ты, собственно, берешь эти деньги, что ты собираешься их тратить? И так появляется, что сумма долго растет, и в какой-то момент Приватбанк, да, то есть МВФ, приходит домой и говорит, ребят, ну вы взяли очень много кредитов, а как-то и отдавать бы пора. И глава семьи говорит, а у меня нет денег. Я вот потратил их просто на еду, на развлечения, там, не знаю, гулял где-то, там, пил, машину купил, там, катался, там, не знаю, разбил машину, там, да, как полиция бьет машины. Нет денег, нет ни денег, ни имущества. Они говорят, ну стоп, ну так отдавать деньги же надо, да, отдавать, рассчитываться. Ну продавайте тогда квартиру, продавайте тогда квартиру. И семья, это идет, продает квартиру, дает деньги Приватбанку, и идет бомжевать на улицу, все, живет в картонной коробке. Вот, собственно, закономерный итог такого поведения. Если рассматривать это в рамках государства, то что происходит? Происходит то, что люди, соответственно, вот, допустим, стоит, там, газ какую-то цену, да, и, допустим, ну, просто берем, там, цифру с потолка, да, газ, допустим, стоит, там, тысячу гривен, да, там, за какие-то кубометры. И вот этот ваш тариф, который экономически обоснован, который, вот, ну, люди добывают, люди продают, то есть они зарабатывают какой-то, там, процент, платят налоги, то есть, ну, вот вы платите, там, вот, как это во всем цивилизованном мире, да, происходит, рыночная отношения. А тут получается как? Газ стоит, допустим, тысяча, а правительство Украины говорит, нет, мы не можем вам установить тысячу гривен на газ. Вы будете платить 9 тысяч гривен за газ, потому что вот эти 7 тысяч, это нужно отдавать долг. А вы не можете не платить, потому что вас поставили в позу, когда вам поставляют газ, да, там, электроэнергию, там, водоснабжение, горячую воду. Вы не можете существовать без этих вещей, вы не можете существовать без коммунальных услуг. Вы не можете однажды сказать, я не буду пользоваться коммунальными услугами. Вы будете пользоваться этими коммунальными услугами в любом случае. И соответственно вы будете платить в любом случае. И правительство Украины говорит, что вот эти вот деньги, вот эта разница между 1000 гривенами и 9 или 7, 7, 8 тысяч гривен пойдут на оплату долгов перед кредиторами Украины. То есть какая ситуация получается, что глава семьи, это как правительство Украины, взяло, повесило на свою семью, то есть на свою страну определенный долг, не спрашивая разрешения у семьи взять такой кредит и не позволив населению проконтролировать расход этого кредита. Но возвращать этот кредит будете именно вы. То есть представьте, что вот вы сейчас не выплачиваете там за газ 9 тысяч гривен, а выплачиваете 1000 гривен, но каждый месяц вы относите 7 тысяч гривен со своей зарплаты в приватбанк, поскольку глава вашей семьи взял кредит там на миллион и просто его где-то там потратил. И вы должны его выплачивать. Какая разница? Ну суть-то одна и та же. Вы просто своей работой профинансировали чужой кредит, вы его даже в глаза не видели. Понимаете, одно дело, если бы, допустим, правительство Украины взяло бы там деньги и сказало, все, ребята, все едем там на Мальдивы, будем гудеть целый год. Вот всему населению Украины покупаем билет на Мальдивы и целый год там висим. Люди тогда хотя бы отдохнули, получили какое-то удовольствие, выпили, погуляли, потом кредит отдают, долг за то, что они летали. А так получается, люди даже денег этих глаза не видели. Глаза не видели этих денег. И уже на них вешают этот долг, что они обязаны его вернуть. Почему так произошло? Почему такая конструкция произошла вообще на территории Украины? Потому что люди в своем большинстве безграмотные. То есть в Соединенных Штатах Америки так это не пройдет. Люди, как правило, в США знают, что такое деньги, знают, что такое кредит, знают, что такое кредитная история. Они знают, что такое заем в банке. Они знают, что такое, когда ты идешь в банк и просишь деньги, что их нужно отдавать. То есть они понимают. А в Украине этого не понимают. И правительство в лице Гройсмана, Порошенко, остальных товарищей, просто разбираясь в экономике, разбираясь в финансах, оно просто вас кидает как лохов. Потому что оно воспринимает население Украины как одного большого лоха, которого можно тупо кинуть. Потому что он ничего не соображает. Человек, который ничего не соображает, его, соответственно, кидают. Вот я, например, если бы я жил в Украине, то я там хожу на работу, я получаю какие-то деньги. Мне маленькие деньги. Точнее, не большие, а очень маленькие деньги. И с этих денег я должен еще возвращать долги Порошенко или Гройсмана перед МВФ. С какого перепуга? Я тут при чем вообще? Почему я должен тратить свои деньги на возвращение долгов Порошенко? Ты же их брал, ты их и возвращай. Почему ты не продашь, допустим, свой Рошен, или ты не продашь какие-то предприятия, не вернешь долги, которые ты понабирал? Отдавай своими деньгами, ты же их брал. Ты что, разрешение спрашивал у меня? Нет. Вот что происходит в Украине? Людей просто не спрашивают разрешение на то, чтобы взять деньги в долг. Ну как такое может быть? Ну как такое может быть? Я честно удивляюсь. И при этом, вот смотрите, у нас у власти сейчас, ну был премьер-министр Яценюк, да, но его партия, Народный фронт, она находится у власти. Ну мы не будем как бы спорить с тем фактом, что сейчас у власти находятся две партии фактически, это Народный фронт и БПП. Они составляют коалицию, люди их в правительстве находятся, они как бы являются у власти, да, то есть несмотря на то, что Арсений Яценюк, он не находится чиновник, да, не занимает какой-то пост, он находится у власти, потому что он управляет крупной партией в парламенте, он как бы глава, ну один из руководителей коалиции, и в том числе он, его приглашают для принятия тех или иных судьбоносных решений для государства, правильно? И когда был у власти Янукович и был премьер-министр Азаров, соответственно, правительство сегодняшнее, да, вот люди, которые находятся у власти, вот в том числе Яценюк, критиковали власть Януковича за то, что они устанавливают высокие тарифы на газ, да, и давайте вспомним, что буквально вот месяц тому назад я написал пост на Фейсбуке о том, что в Украине очень высокие цены на газ и привел вам пример в Соединенных Штатах Америки, где это вообще отдельная тема, там очень разные тарифы, там тарифы зависят от того, какой южный или северный штат, но это неважно, тема не об этом. Суть в том, что я написал, что я плачу за газ, месяц месячный выплатеж за газ соответствует одному часу моей работы, да, то есть я пошел на работу, я один час поработал, я вот этими вот деньгами рассчитываюсь за газ, да, за месяц тариф. У меня вот, ну, газ это не только вот то, что да, там люди говорят, потому что у меня газ греет воду, то есть фактически у вас горячая вода, так у меня тут газ, у меня вот стоит специальный бойлер, в этот бойлер накачивается, соответственно, вода, идет труба газовая и газ греет воду. А зимой, когда прохладно, то, соответственно, у меня этот газ установлен в систему кондиционирования и когда идет воздух, вот этот вот нагоняет компрессор в воздух, газ включает сопло, он поджигает, как будто вот этот воздух, да, нагревает его и теплый воздух распространяется, как бы, по помещению, вот это у меня как бы так работает. И вот за газ я оплачу сейчас, там, ну, вот это за месяц, это один час моей работы. Да, то есть это вообще ни о чем, это вот, ну, пару раз в Макдональдс ходи, там, три раза в Макдональдс ходил, вот это вот тебе месячный платеж за газ. Так вот, когда у власти был Янукович, и, собственно, вот, они тоже вот критиковали, собственно, как вот я сейчас критикую, они критиковали тогда правительство за высокие тарифы. И когда я написал свой пост на Фейсбуке, я услышал, что я, оказывается, агент Кремля, что я, оказывается, предатель Родины, что я, оказывается, какой-то там, не знаю, аферист, что вообще, как бы, я чуть ли не исчадя ада, как я вообще посмел как-то обсуждать и критиковать тарифы на газ в Украине, да, но я вот сижу, как бы, думаю, а почему так? Почему вот люди меня критикуют? Потому что, вот, например, тоже правительство Яценюка, власть Яценюка, Народный фронт, когда был у власти Януковича, ведь оно тоже критиковало. И я хотел бы сейчас вам запустить этот ролик, да, чтобы посмотрели, собственно, что говорил Яценюк буквально вот в первые дни Майдана 2013 года. Давайте просто послушаем, да, вот то, что говорил Яценюк. Я сейчас включу вам, и мы послушаем. Да, к сожалению, наверное, не слышно Яценюка, но чтобы не портить эту трансляцию, сейчас я посмотрю еще раз, я думаю, посмотрите этот ролик, посмотрите этот ролик на Ютубе, я не знаю, почему-то звука не слышно. В общем, что я говорил Яценюк, говорит, что уряд правительства Януковича очень дурной, и газ в Украине должен быть собственного производства, и цена его должна соответствовать, собственно, той себестоимости газа, который добывается украинцами на территории Украины. То есть газ, который есть в Украине, его достаточно полностью для того, чтобы покрыть все потребности населения Украины в газе. Да, то есть, и почему, собственно, цена на газ должна, допустим, быть в долларах, так как, допустим, там в Европе, если газ добывается в Украине, украинцами и для Украины. Почему нет звука? А почему у нас нет звука, расскажите. У меня должен быть звук, по идее. Напишите, пожалуйста, есть звук или нет. Ну, а почему люди пишут, что нет звука, если звук есть? Странно. Так, ну раз звук есть, тогда продолжаем. Так вот, почему, собственно, газ должен стоить в Украине, так, допустим, он стоит там где-нибудь в европейской стране, если его добывают в Украине для украинцев и добывают его украинцы, да, то есть, соответственно, он должен стоить ровно столько, сколько, собственно, себестоимость этого газа, себестоимость работы по его добыче, да, плюс какой-то там маленький зазор прибыли и все, да, то есть, если, допустим, украинцы пекут хлеб, то он будет стоить, собственно, себестоимость и зарплата украинца, да, там и прибыль производителя. Аналогично и газ. Если же, допустим, газ стоит, ну, к примеру, так, как это стоит, допустим, где-нибудь в Европе, да, то, соответственно, люди, которые добывают этот газ, да, обычные рабочие, они должны получать европейскую зарплату, но они же не получают европейскую зарплату, они же получают украинскую зарплату, правильно? Соответственно, возникает вопрос, а куда девается разница? А разница, как мы уже с вами выяснили, девается на возврат долгов тех, которые взяло правительство Украины у внешних кредиторов. То есть, понимаете, в чем суть? Они взяли деньги, они взяли деньги, да, и теперь рассказывают, что газ у вас будет дорогой. Ну, соответственно, завтра они могут сказать, что у вас бензин должен стоить в три раза дороже, что хлеб должен стоить в пять раз дороже, что там, не знаю, там, куриное мясо должно стоить в пять раз дороже. Почему? Потому что Украине нужно возвращать долги. Но люди должны собраться, просто собраться, выйти, выйти и спросить правительству Украины. Вы спрашивали у нас разрешение на то, что брать долги? Да, то есть спрашивали у нас разрешение? Или не спрашивали? Куда были потрачены деньги? Как можно проверить, на что были потрачены эти деньги? Если они были разворованы, то кто в этом виноват? Будет ли он нести ответственность за то, что разворовали эти деньги? А то получается уникальная история, что деньги берутся, возвращают их народ. А эффект какой? Вот вы, граждане Украины, можете сказать, что вы увидели какой-то эффект от того, что правительство Украины взяло деньги? В принципе, мы все понимаем, на что они идут. Они идут фактически на проедание. То есть правительство Украины берет деньги у внешних кредиторов чисто на проедание. Это примерно то же самое, что если бы глава семьи не ходил бы на работу, не ходил бы на работу, а просто бы брал бы кредиты в приватбанке, и вместо того, чтобы приносить домой зарплату, просто бы расплачивался в магазине кредитами с приватбанка. Но возвращать, собственно, кто будет? Вы будете продажей своей квартиры. Понимаете, в чем суть? Вот в чем большая проблема. И если бы не внешние займы, если бы не внешние займы, то Украина, естественно, уже оказалась бы в очень печальном финансовом положении. А она и так в печальном финансовом положении, но это мы чуть дальше расскажем, почему. И фактически возник бы вопрос, а почему такие неэффективные менеджеры находятся у власти в лице Порошенко и Гройсмана, если они довели Украину до банкротства. Но чтобы избежать политической атаки на них из-за этого, они просто сохраняют какой-то минимальный уровень жизнедеятельности за счет внешних займов. Но это не те деньги, которые они заработали. Это не те деньги, которые, собственно, они принесли в семью. Они эти деньги взяли в банке. А это не деньги заработанные, это деньги банка. Понимаете, в чем суть? Они с них выплачивают какие-то там зарплаты, пенсии. Но это не деньги, которые они заработали. Что же касается вообще долга? Я вам просто приведу пример. В Украине это не распространено, в Соединенных Штатах это очень распространено. Что такое кредитная история? Что такое жизнь в кредит? Вот почему-то многие пишут, я часто вижу на Фейсбуке, люди пишут в комментариях, что американцы живут в кредит. А вот мы, украинцы, в кредит не живем. Потому, вы знаете, вот американцы там должны кредиты выплачивать, а вот мы, украинцы, мы кредиты не выплачиваем. Но это вообще, конечно, абсурд, потому что в реальности у вас денег вообще ноль, и вы как раз выплачиваете кредиты только не приватбанку, как это вы думаете, а внешним кредиторам через высокие тарифы и цены. То есть, на самом деле, вы плачиваете много кредитов, вы просто об этом не знаете, вам просто не говорят о том, что вы выплачиваете эти кредиты через высокие цены и очень маленькие зарплаты. Но суть не в этом. Суть в том, что если у вас нет кредита, то, в принципе, в Америке, в цивилизованном обществе, это означает, что вы очень бедный человек. Точнее, даже не то, что у вас нет кредита, у вас нет возможности взять кредит. Понимаете, я, допустим, могу зайти сейчас, допустим, в Банк Америки, американский банк, и сказать, мне нужно, допустим, 250 тысяч долларов. Да, мне нужно... Сейчас, секундочку. Мне нужно 250 тысяч долларов. Я получу эти деньги. Потому что мой кредитный рейтинг в Америке очень высокий. и мои финансовые возможности достаточно хорошие для того, чтобы обслуживать этот кредит. А если вы зайдете в Банк Америки, вот вы приедете с Украины, такой классный, такой крутой, у вас даже будут деньги, да, вот вы бизнесмен с Украины, вы придете в Банк Америки и скажете, дайте мне там 250 тысяч долларов. Скажет, чувак, ты что, с ума сошел? Какие кредиты? Уйди отсюда. Почему так произойдет? Потому что у вас нет кредитного рейтинга. У вас нет кредитного рейтинга. Что такое кредитный рейтинг? В Америке, в принципе, практически у всех людей, ну, у всех, наверное, там, не знаю, процентов, наверное, 95-98, есть кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг показывает, что вы из себя представляете за последние, там, 5, 10, 15, 20, 30, 50 лет. Вот сколько вы живете, да, вот ваша взрослая жизнь, вот она отображается в вашем кредитном рейтинге. Если ваш кредитный рейтинг высокий, то это показывает о том, что вы стабильный человек, что вы на протяжении всей своей жизни жили правильно, что вы грамотно расходовали свои деньги, вовремя погашали задолженность, у вас всегда был приток финансов, и вы спокойно, без проблем, могли гасить любые задолженности. Вот это ваш называется кредитный рейтинг. Вот тут у меня кредитный рейтинг хороший, очень высокий, да, так сказать. И, соответственно, банки мне доверяют, потому что они видят, что я человек стабильный. И, соответственно, вот у меня, допустим, есть там какая-то сумма денег. Ну, представим, допустим, вот у меня есть 20 тысяч долларов, да, вот в кошельке, просто представим, для примера, у меня есть 20 тысяч долларов. Я хочу купить автомобиль. Что сделает украинец? Украинец не может получить кредит, потому что у него нет кредитной истории, у него нет возможности попросить деньги в долг под низкий процент, под 1%, по 2%, по 3%. Это, на самом деле, очень маленький процент. А он идет, берет эти 20 тысяч долларов, идет в салон и отдает наличку. И покупает машину. Приобретет автомобиль, приобретя автомобиль, он остается без денег, у него зеро. Да? А что сделаю я? Я не буду тратить свои 20 тысяч долларов. Я пойду в банк и скажу, ребята, я хочу взять у вас кредит там под 0%, ну, там, по 2%, по 3%. Дайте мне этот автомобиль. Я буду его выплачивать. У меня есть деньги, но я не хочу их тратить, потому что эти деньги, которые у меня есть, во-первых, это моя финансовая стабильность, во-вторых, я могу их запустить в бизнес. Я могу, допустим, пойти в еще один банк, взять, допустим, 200 тысяч долларов займа, и, допустим, у меня down payment 10%. Я по 10%, да, у меня есть 20 тысяч, по 10% я беру займ на какой-то бизнес, открывая бизнес и уже работаю. И при этом у меня уже автомобиль. А вы, получается, пошли, отдали 20 тысяч долларов, у вас нет ни денег, ни бизнеса, и ни прибыли. И вы банкрот, потому что у вас нечем эти деньги возвращать. А я пойду, сделаю бизнес, получив автомобиль, здесь заработав, расплачусь и за машину, и за бизнес, получу прибыль, погашу кредиты, и у меня будет и бизнес, и машина, и я буду в плюсе. Вот что такое кредитный рейтинг. Потому что я могу заходить в банк, брать сколько мне надо под маленький процент. Вот почему говорят, американцы живут в долг. Они могут себе позволить жить в долг, потому что они могут позволить себе обслуживать этот кредит. У них есть достаточно денег и достаточно прибыли, чтобы обслуживать любые долговые обязательства. Вот говорят, Америка вся в долгах. Америка вся в долгах. Вот я сейчас покажу определенную картинку, чтобы вы просто видели. На экране с вами увидите эту картинку. Сейчас, буквально через секунду. Значит, видите сейчас на картинке кредитный рейтинг Америки. Это самый высокий кредитный рейтинг. 3ААА. Это показывает о том, что Америка имеет очень хорошую экономику и может обслуживать свои кредиты. То есть все долговые обязательства, которые она берет, она выполняет стабильно, вовремя и в срок. То есть она может брать деньги, потому что она может их вернуть. Она может их запустить в бизнес, прокрутить и вернуть прибыль. Сейчас я вам покажу свой кредитный рейтинг. Буквально 2 секундочки. Я сейчас сделаю скриншот. Я вот зашел в программу. Сейчас я открою вам свой кредитный рейтинг. И вы посмотрите на мой кредитный рейтинг. Вот спрашивают, а как же ты смог в Америке построить свой кредитный рейтинг? Но я вам сейчас покажу, как я смог это сделать. Так, сейчас мы сохраняем. Сейчас я это вставлю в программу. И вы посмотрите на кредитный рейтинг Ростислава Шапошникова. Так, изображение. Открываем. Так, сейчас, минуточку. Подождите еще. Так, вот кредитный рейтинг Ростислава Шапошникова. Вы сейчас видите на экране. Давайте мы сейчас подождем буквально еще минутку. А вот вы видите кредитный рейтинг Ростислава Шапошникова. Excellent, excellent. По двум кредитным бюро. Что это говорит? Это говорит о том, что Ростиславу Шапошникову можно доверять. Что, придя в банк, люди видят, что у тебя отличная финансовая стабильность, ты добропорядочный человек, тебе можно доверять деньги. Потому что ты эти деньги вернешь. И вернешь вовремя, в полном объеме, ты заработаешь и просчитаешь со своими долгами. Видите, да? Какой у меня кредитный рейтинг. А теперь задайте себе вопрос, какой кредитный рейтинг в Украине? Можно ли Украине доверять деньги? Можно ли Украине давать в долг? Если бы Украина была американским гражданином, то никакого кредита она бы и в помине не получила. Например, если вы берете какой-нибудь серьезный заем в банке в Америке, банк обязательно проверит, а нет ли у вас какого-то другого заема. Потому что может выясниться так, что, соответственно, вы хотите вот этим вот новым заемом перекрыть старый твой какой-то заем. Что, собственно, не очень как бы хорошо. Есть такое понятие, как рефинансирование. Есть такое понятие, как взять заем под кредитные карты. Да, это все есть. Но, допустим, если у вас большой долг и вы не в состоянии его платить, вот вы не можете оплачивать этот долг, у вас плохая кредитная история. И, соответственно, вы хотите взять заем, чтобы этот долг погасить тот, то вам его не дадут. Понимаете, в чем суть? Потому что банк понимает, что эти деньги он потеряет. Да, вы вернете тому банку, а новый банк потеряет эти деньги, потому что, чтобы погасить вам вот этот новый кредит, вам придется взять кредит в третьем банке. Понимаете, а третий банк вам тоже кредит уже не даст. И, собственно, когда так происходит, когда у вас уже накопилась на счетах сумма, которую вы не можете погасить, вы не можете физически взять нового займа, ему просто никто не даст. Потому что кредитная история у вас все, ее нет. Понимаете, в чем суть? Ее просто нет. И вы объявляете банкротство. Вы объявляете банкротство, и по определенной процедуре вам там списывают долги, но все равно потом там часть возвращаете, но вы банкрот. Если вы получили банкротство, чтобы восстановить свой кредитный рейтинг, вам потребуется до 10 лет. До 10 лет. И то это будет всегда таким черным пятном на вашей кредитной истории лежать. Уйдет многие годы для того, чтобы полностью очиститься. И то, да, не всегда удается. Понимаете, в чем суть? И Украина, ну, по всем правилам экономики, должна уже было давно обанкротиться, потому что то правительство Украины, которое находится у власти, Петр Порошенко, Гройсман, и все эти Яценюки, и все это остальное, не являются неэффективными менеджерами, неэффективными главами семейств, которые фактически свою семью довели до банкротства. Единственная возможность их существования, это внешние займы. Но эти внешние займы даются не по правилам экономики. Если бы это рассматривалось по правилам экономики, по правилам того, допустим, которые есть в Соединенных Штатах Америки, то Украина никакого бы кредита и в помине больше бы не видела, потому что у нее долговые обязательства, которые она не смогла погасить вовремя в сроке в полном объеме. Она уже по правилам экономики является банкротом. Все, все. Понимаете, в чем суть? Почему же тогда при такой ситуации международные организации продолжают давать Украине внешние займы? Ну, это уже вопрос не экономический, это уже вопрос политический, для того, чтобы поддерживать эту страну на каком-то полумертвом состоянии, для того, чтобы она полностью не загнулась и не расклеилась на 50 разных государств. Это понятно. Потому что, когда Украине дают деньги, нужно понимать, что это политическое решение, а не экономическое. Никакой экономической обоснованности в этих новых кредитах нет. Потому что у вас уже кредитный рейтинг, фактически у вас его нет. Понимаете, вы банкрот. Украина банкрот. Понимаете? Все, нужно оглашать дефолт и спокойненько разбираться с этим вопросом. Потому что Украина еще как-то существует, это не заслуга Петра Порошенко, это не заслуга Гройсмана, это заслуга внешних кредиторов, которые дают Украине деньги вне экономических правил. Понимаете, в чем суть? Вне экономических правил. То есть в реальной жизни деньги эти не должны им давать вообще никак. Потому что Украина еще существует, вы должны написать благодарность Международному валютному фонду и сказать спасибо, что мы еще не умерли. Но никак не Петру Порошенко и Гройсману, которые берут эти долги. Долг, да, то есть деньги может взять фактически любой, да, то есть в этом ума не надо. Ум заключается в том, чтобы возвращать долги, чтобы прокрутить эти деньги и заработать. Понимаете, вот в этом ум заключается. Но, к сожалению, Украина, получая деньги, она не зарабатывает, она просто их проедает. Нет никаких новых заводов, нет никаких новых сфер экономики, которые были бы построены на деньги кредиторов. Понимаете, в чем суть? Но какой смысл пойти и набрать кредит в банке, сходить там в ресторан, сходить туда-сюда, а потом как возвращать? Ну, вы же просто их проели. Вы просто проели. Понимаете, в чем суть? Потому, вы должны поставить вопрос перед Порошенко и перед Гройсманом, что вы являетесь неэффективными менеджерами и вы не можете находиться у власти, потому что вы загоняете государство Украина в долговую яму. Вот, собственно, что вы должны сказать. И вот если бы люди действительно разбирались бы, разбирались бы в экономике, разбирались бы, что такое кредиты, что такое кредитный рейтинг, что такое обязательство, проценты в банке, когда их нужно возвращать, как вообще, зачем это берутся займы, то бы такой ситуации не было. Люди просто в целом свои безграмотные, а безграмотными людьми можно легко управлять и манипулировать. Поверьте мне, там тоже сидят не дебилы, они вам расскажут на Фейсбуке через своих парахоботов, как хорошо, что МВФ дал Украине кредит и какой замечательный Петр Порошенко. И многие из вас, может не вы, но другие люди, похлопают в ладоши, скажут, я буду голосовать за Петра Порошенко, потому что он взял кредит. Но с таким же успехом вы можете пойти прямо завтра, зайти в Приватбанк, взять кредит и сказать, вы знаете, я взял кредит в Приватбанке, теперь я хочу, чтобы меня все любили. Рассказать об этом своим друзьям, товарищам и сказать, что вот я, беру кредит в Приватбанке, потому выберите меня народным депутатом. Я же взял столько кредитов, я же загнал себя и свою семью в такую долговую яму. Почему я не могу стать народным депутатом? Ну, в принципе, с таким подходом, то вы станете народным депутатом, потому что люди в Украине голосуют за тех, кто берет долги, кто берет займы и загоняет страну в долговую яму. Вот кто в стране становится руководителем. А не тот человек, который зарабатывает деньги для страны, не тот человек, который приносит прибыль в своей стране. Понимаете, в чем поразительная вещь? Что люди выбирают тех, кто их банкротит, но люди не выбирают тех, кто приносит им подъем. Поразительная ситуация. Так, почему у меня глючит фейсбук? Можете рассказать? У меня почему-то начал очень сильно глючить фейсбук. Я даже абсолютно не знаю, почему. Очень странно. Ну, ладно. Так, давайте посмотрим, может, есть какие-то вопросы у вас. Я посмотрю ваши вопросы. Я не знаю, почему у меня глючит фейсбук. Он говорит, надо выходить из страницы. Вот на самом деле, это вообще поразительная ситуация. Я не хочу выходить из страницы. А мне говорят, выходи из страницы. Я не хочу выходить из страницы. А оно говорит, что я хочу. Странно. Очень странно. Так, давайте посмотрим с мобильника, потому что реально фейсбук, после того, как я начал говорить про кредиты, про финансы, то почему-то фейсбук решил, что пора заканчивать этой трансляцией. И очень странно. Очень странно. Кстати, еще один нюанс, что многие... Я когда говорил о том, что я уехал из Украины, и, собственно, мне не нравится то, что в Украине происходит, многие меня осудили и сказали, что я очень плохой человек. Но многие забывают, что украинцы, которые находятся на заработках, в иностранных государствах, перечисляют в Украину миллиарды долларов за год. Суммарно. До 10 миллиардов, я не помню. Там очень большая какая-то сумма. И, как было уже сказано, что, собственно, благодаря этим перечислениям зарабить чан в Украину курс гривны еще не обвалился в 5 раз. То есть это тоже какой фактор, что это способствует тому, что Украина еще хоть как-то существует, потому что таким вот походными путями, не инвестициями, а вот именно деньгами зарубичан, фактически украинская экономика еще хоть как-то где-то что-то там происходит. Потому что люди в Украине просто не зарабатывают, они не получают этих денег, они просто получают доллары, евро, они эти доллары, евро тратят. И, собственно, в Украине таким образом находится какая-то валюта, и как-то это все еще работает. Потому вы должны молиться, молиться на тех людей, кто уехал из Украины и перечисляет в Украину деньги. Вы должны молиться на эти деньги, потому что если бы эти люди не перечисляли деньги, то в Украине вообще был бы полный аут. Нету прихода наличности в Украину в таком объеме, как ее приносят вам эти зарабетчане, которых вы поливаете грязью. А при этом вы боготворите людей, которые вам дают долги, делают долги. То есть, понимаете, зарабетчанин, который уехал из Украины, он для вас враг, потому что он перечисляет деньги в Украину, живые деньги, это не кредитные деньги, вам не нужно возвращать долг за них. Вы просто получаете миллиарды долларов чистых, красивых денег, кэшем. Кэш, понимаете, кэш, это не кредит, это кэш. Но в то же время вы боготворите и преклоняетесь перед людьми, как Петр Порошенко, Владимир Гройсман, которые вам делают долг, кредит, понимаете, в чем суть, берут кредит. И этот кредит вы будете возвращать благодаря за счет того, что вы заработали. А деньги, которые вам перечислили зарабетчане, вам не нужно возвращать. Потому расставляйте приоритеты, думайте, прежде чем что-то писать, анализируйте. понимаете, в чем суть? Я никогда Украину долги не загонял. У меня нет никаких долгов перед Украиной, и само государство Украины я не загонял. Наоборот, я только приносил деньги Украине, понимаете, в чем суть? Например, допустим, когда я там жил в Украине, у меня были выплаты в долларах от Google, да, там, за рекламу, там, с YouTube. Это была прямая наличность, которую я брал с Америки и тратил в Украине. То есть, я тратил в Украине деньги, которые я приносил извне в долларах и тратил их на территории Украины. Понимаете, я не просил у Украины пособий, я не просил у Украины каких-то займов, да, я никому ничего не должен. Я, наоборот, вносил в экономику Украины деньги, да, то есть, оживлял эту экономику. И я, получается, для Украины был всегда врагом, потому что я же такой нехороший, я же правительство не любил, а люди, которые берут долги у иностранцев и потом вешают их на ваши плечи, они для вас являются классными патриотами, потому что они в вышиванках, потому что они Петр Порошенко, там, Гройсман, Яценю, Казаров, ну, все-все-все, кто там был, понимаете? То есть, такая вот поразительная ситуация. То есть, кто делает добро для страны, он плохой, а кто делает зло, тот хороший. Не знаю, почему меня пытаются выбросить постоянно с Фейсбука, это просто какая-то поразительная история. это очень-очень интересно. Сейчас у меня тут попробую с телефона зайти на Фейсбук, посмотреть ваши вопросы, потому что мне реально пишет, вот я сейчас просто вам хочу показать, что вообще происходит, почему у меня такой вот глюк, это вообще поразительно. Сейчас я вам покажу его. Да, это вообще, это уникальная история. у меня такого никогда не было, что почему-то Фейсбук мне усердно предлагает закрыть этот транслятор, почему так происходит. Я просто нажимаю остаться на странице, а мне говорит, что мне нужно уходить. Так, смотрим ваши комментарии, ваши какие-то вопросы. Рост, что вы думаете относительно сговора кредиторов, наших правителей, просто вот вместе пилят бабло и вешают на нас долги, вообще есть ли шанс провести расследование? Ну смотрите, что-то по поводу долгов, что вообще будет происходить. Если, допустим, правительство Украины берет долги МВФ у других кредиторов для того, чтобы погасить старый долг, на самом деле это вообще абсурд, поскольку если, допустим, вот представим, вы взяли в банке Банк оф Америка вы взяли кредит там на 100 тысяч долларов и вы не в состоянии вернуть этот кредит. Вам никогда Банк оф Америка не даст новый кредит для того, чтобы вы погасили в этом же Банк оф Америка старый кредит. Это абсурд. Это просто абсурд. Как таком вообще может быть? Это просто невозможно. Понимаете, в чем суть? Не возможно. Вам объявят, вы должны будете объявить банкротство. Вы не сможете в этом же банке взять новый кредит для того, чтобы погасить текущий. это бред. А в Украине как происходит? МВФ дает в Украине долг, Украина не возвращает и этот же МВФ снова дает деньги для того, чтобы погасить долг. А так а зачем давать? Это зачем это перекладывание с одного от другой? Так оно же получается вы взяли, положили и потом туда же вернули? Это же абсурд. То есть зачем эти операции? Зачем эти операции? То есть какая в этом экономическая какой экономический смысл? Вы же все равно стоите должны. Вы же не получили прибыль и не погасили. Взяли долг. То есть у вас как он был так он еще и больше стал, потому что проценты тикают. Понимаете? Вы взяли 100 миллионов, вам натикло на 150, потому что проценты. Вы взяли 150, положили сюда, отдали эти 150 и там уже должны 150. Так вы там должны были 150. В чем логика, ребят? Я чуть понять не могу. Ну хорошо, потом накапало вам 200. То есть вы должны 200 миллионов долларов. Например, Международного валютного фонда. Вы говорите, Международный валютный фонда нам 200 миллионов для того, чтобы мы вам дали 200 миллионов. Ну хорошо, они дают вам 200 миллионов. Вы кладете к себе, но вы должны опять 200 миллионов. ждали 200 миллионов там. Потом вы будете должны 300 миллионов, 1 миллиард, 2 миллиарда, 3. То есть это будет до бесконечности так происходить. Вы же не берете, чтобы погасить долг, в долг. Это как вообще может быть? Я не понимаю. Кто может не объяснить экономический смысл этого перекидывания денег? Вы все равно стоите с должной . Тоже сумму. Вот абсурд. И люди как бы это нормально воспринимают. Они абсолютно серьезно мне пишут в комментариях, что вот мы взяли в Международного валютного фонда долг, потому что нам нужно вернуть Международному валютному фонду долг. Так вы же берете в долг. Я бы понимаю, что если бы они бы написали Петр Порошенко такой великий президент заработал миллиард долларов и с этого миллиарда долларов мы погасили 500 миллионов Международного валютного фонда. Мы теперь стали меньше должны. Нам теперь меньше процентов тикает. Вот это я понимаю. Но брать в долг, чтобы вернуть в долг, какой в этом экономический смысл? То есть вы просто перекладывает из одного в другое. И люди это нормально воспринимают. Они говорят, что это правильная экономическая концепция и что так и должно быть. К чему это приведет? Это приведет к тому, что Украина будет должна столько денег, что проще будет просто Украину передать под управление иностранному правительству. Потому что фактически рассчитаться с этими долгами уже не представляет никакой возможности. фактически все, что находится на территории Украины. Все предприятия, фабрики, компании, заводы, дороги, газотранспортная система, ваши квартиры, дома, имущество, машины. Этих денег будет недостаточно для того, чтобы оплатить долг. И вы просто это имущество передадите под управление ваших кредиторов. Как это происходит, когда такая ситуация? Банк забирает вашу машину, ваш дом, ваши деньги, цепочки, украшения, одежду, колеса, тумбочки, трусы жены. Все забирает. Представляет на аукцион. То же самое будет и с Украиной. Вы просто отдадите все, что вы имеете кредиторам. Вы не живете в плюс, вы живете все в минус. Каждый день вы теряете миллиарды, 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 потому что капают проценты. Вы берете новые кредиты, вы не зарабатываете денег, вы постоянно уходите в минус. Фактически вот у вас нет ни одной копейки, потому что вы должны уже там чуть ли не все, что у вас есть. Понимаете, в чем суть? Вот в этом прикол. Вот в этом прикол. И вы говорите, что Украина не живет в кредит, это Америка живет в кредит. Ребята, я свой кредит могу обслуживать. Понимаете, в чем суть? У меня еще деньги на счету лежат неплохие. Понимаете, в чем суть? У меня есть финансы, и я могу свой кредит обслуживать за счет текущих доходов, потому что я зарабатываю значительно больше, чем трачу. А вы зарабатываете в десятки раз меньше, чем тратите. Понимаете, в чем суть? И то, что вы еще как-то можете где-то существовать, это кредиты. Это кредиты, 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 а должна государство, которое собственно берет кредит и вешает на вас. Потому что когда вы говорите о том, что Америка живет в кредит, а вы не живете в кредит, вы просто не сяди и не подумали об этом. А кто на самом деле живет в кредит? А это что-то с фейсбуком, я не знаю. Так. Смотрю ваши вопросы. Так. Напишите, она хоть что-то работает, потому что этот фейсбук, он конечно это какой-то мрак, он глючит просто не по-детски. Правильно люди пишут, что собственно проценты затягивают петлю на шее государства. Конечно же, конечно же, вы затягиваете именно процентами вы затягиваете петлю, вы берете новые кредиты, вы должны возвращать эти деньги и собственно вы их вернуть не можете, проценты кап, вот это как бы такой процесс, он просто закручивает закручивает фактически вам петлю на шею. Так оно действительно и есть. Спасибо за поддержку. Просто понимаете в чем суть? Что я предлагаю? Я предлагаю в первую очередь, но я не знаю можно ли вообще спасти Украину если да, то когда, поскольку понятное дело, что рассчитаться с этими долгами в ближайшие какие-то отдаленные годы нереально, потому потому что вы тратите больше, вы зарабатываете вы не зарабатываете денег вообще никаких понимаете в чем суть? У вас нет прибыли вы тратите больше, чем зарабатываете для того, чтобы отдать долг в логично это нормальный человек понимает он должен зарабатывать больше, чем он тратит и чтобы тогда он будет в ноль, потому что все, что он зарабатывает он отдаст в банк потратил, заработал и у него будет ноль, у него будет ноль прибыли, поскольку он все отдал в банк и вот сколько должно пройти лет для того, чтобы Украина смогла рассчитаться своими долгами это должна быть разница между доходом да, вот этот вот доход ваша сколько вы потратили да, сколько вы можете отдать вот если вы заработаете очень много вы сможете много и вернуть да, или там допустим сэкономить на своих расходах и тогда больше вернуть соответственно в банк так вот сколько вам нужно лет чтобы зарабатывать достаточно денег чтобы возвращать кредиторам долг 50 лет 150 лет 1000 лет я думаю что если в такими вот ну темпами да, то на данный момент вы тратите больше чем зарабатывать то есть вы даже не вышли на уровень того что вы зарабатываете столько сколько вы тратите то есть вы вы ниже этого уровня то есть вам нужно хотя бы дойти до уровня трачу зарабатываю одинаково чтобы находиться на нулевой позиции но тогда все равно проценты капают понимаете а потом вам нужно выйти на уровень мы зарабатываем больше чем тратим отдавать вот эти вот деньги кредиторам и только когда вы отдадите вот с помощью вот этого зазорчика долги вы сможете уже вот эти вот ваши заработанные деньги уже вкладывать в бизнес в покупку нового недвижимости машины там откладывать просто на какой-то депозитный счет там инвестиции но чтобы дойти до вот этого уровня вам потребуется 300 лет 400 лет вы загнали себя в такие долги что физически с ними рассчитаться просто нереально и конечным итогом всего этого будет объявление банкротства дефолт и полностью распродажа всего государства все вот это закономерный итог многие говорят что вот они хотят остаться в Украине они такие патриоты они будут делать все для страны но ребята какая у вас перспектива остаться в Украине рано или поздно будет дефолт страна потеряет все все что имеет и вы окажетесь просто говоря на улице вы встретите свою старость вас даже может квартиру заберут понимаете потому что за долгами нужно будет рассчитываться нищим болиным несчастным и никому не нужным и когда вам будет там 80 лет и вы будете с протянутой рукой стоять на улице и говорить ну подайте хотя бы там 3 копейки вы вспомните вот этот разговор 40 лет тому назад о том что либо вы хотя бы на данном этапе сбрасываете это коррумпированное правительство и хоть как-то начинаете где-то что-то там балансировать хотя бы чтобы не сдохнуть в ближайшие 50 лет или вы просто покидаете эту страну и уезжаете жить за рубеж где кредитный рейтинг 3ААА да и вы собственно пенсию встречаете в своем доме у вас хороший автомобиль у вас миллион долларов на счету пенсионном вы катаетесь по всему миру и смотрите изучаете как бы ваша семья вам благодарна или вы стоите в Украине с протянутой рукой потому что на пенсии у вас нет денег за счет чего будете жить на пенсии вот объясните мне вот вы думали вот вы выходите на пенсию там сколько там 65 лет за счет каких конкретно средств вы собрались жить оставшиеся годы до смерти ну хорошо там люди умирают там рано да им не надо мучаться а вы что будете делать вот представьте вот вам 65 а жить надо до 85 какие что вы будете делать в ближайшие 20 лет на пенсии на 30 долларов там сколько там сейчас пенсия 30 долларов или 50 долларов повысили сколько там 50 долларов да на 20 лет будете жить за счет каких конкретно средств вы собрались находиться на пенсии объясните мне пожалуйста вы можете ответить на этот вопрос патриоты герои Порошенковской Порошенковской власти герои Рошена вы можете ответить на этот вопрос я думаю нет потому что вы сейчас тратите больше чем вы зарабатываете и вы не способны не то чтобы вы не можете не рассчитаться своими долгами и вы не можете отложить ни копейки на свою пенсию понимаете в чем суть вы не можете откладывать деньги на свою пенсию а то что там идет пенсионный фонд вот это 50 долларов так вы что думаете оно через 20-30 лет как вы выйдете на пенсион сохранится во первых деньги которые вы отложили на пенсионный фонд в Украине в гривнах эта гривна обесценится еще в раз в 100 то есть если допустим вы сейчас отложили 100 долларов то через там 10 лет это будет 1 доллар понимаете в чем суть откладывать нужно только в твердой валюте в евро или в доллар вы откладываете в гривнах и пенсионный фонд к тому времени обанкротится потому что у него деньги обесценятся в гривнах и ваши допустим там грубо говоря 1000 долларов оно превратится в лучшем случае в 50 долларов а то и вообще в 10 долларов превратится в итоге и что вы на пенсию даже если вы откладываете сейчас в гривнах вы на пенсии все равно будете банкротом потому что на пенсию у вас эти деньги все сгорят инфляция инфляция падение курса если ты в Америке откладываешь на пенсионный фонд в долларах то что происходит во первых конечно в Америке тоже есть инфляция но не такая как в Украине то на эти деньги начисляются проценты и эти проценты они выше чем инфляция то есть допустим если там инфляция там 2% капает 5% значит 3% у вас каждый месяц там у вас крутится и за 40 лет вам там накрутят такие суммы да что вы когда выйдете на пенсию вы будете сказать ну ёпта я миллионер я доллары миллионер потому что я на протяжении там 30-40 лет откладывал там по 100-200 баксов в месяц да эти деньги капали на них процент еще был да то есть там процентов наросло и вы когда выходите на пенсию у вас открывается счет ваш пенсион а вы миллионер а что в Украине вы откладываете там ну предположим гривны гривну 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 эти деньги все обесценились вы открыли а там просто мусор лежит макулатура за счет чего жить будете это сейчас вы можете ходить на работу вы можете чувствовать себя там великими патриотами Рошена да там зарабатывая там 7000 гривен а на пенсии что вы будете делать кому вы будете нужны в 50 65 70 лет никому просто никому так что задумайтесь над этим хотя бы немножко да конечно тут такое творится тем фейсбуком что единственное что действительно Ростислав так так валютные выручки зарубежья также тогда про выручку это говорили мы так спасибо за поддержку понимаете в чем суть по поводу еще вот вложений в пенсионные счета в Украине смотрите вот моя история с приватбанком да вот у тебя есть счет в банке у меня у меня там денег не было но деньги эти мои похитили нельзя доверять банковской системе в Украине потому что в каждую секунду эти деньги могут у вас похитить я не имею абсолютно никакого доверия чтобы вкладывать в украинские какие-то фонды пенсионные банки что-то инвестировать потому что в один момент это все могут у вас забрать это все могут у вас украсть это все может обесцениться и никто за это нести ответственности не будет вопрос доверия кому вы доверяете свои деньги я Украине и доллара бы не доверил и доллара бы не доверил что-то вкладывать в Украину это просто самоубийство понимаете потому что сейчас вы на коне сейчас у вас все классно но какой-то придет момент что просто кто-то скажет ну ладно чувак все это мое а не твое и все в Америке есть стабильность есть кризисы есть взлеты и падения но такого чтобы это просто украли этого нет и доллар это стабильная валюта понимаете в чем все доллар это стабильная валюта и есть определенное доверие к финансовым учреждениям в Америке что есть страховки свои вклады есть определенная репутация потому что когда я несу допустим американский банк Bank of America или Chase я могу там хранить очень хорошие деньги я не беспокоюсь о том что скажет в какой-то момент банк знаешь чувак это деньги вообще не твои а мои иди там судись ты идешь в суд и судя скажет слушай ты кто вообще такой банк заплатил мне там за суд я ничего не буду тебе там удалить иди гуляй это возможно в Америке такое нет а в Украине такое возможно это сплошь и рядом так происходит сколько эти депозитчики по судам бегают там они вложили свои гривны там 100 тысяч там 200 миллион банк сказал это мои деньги мы тебе возвращать ничего не будем ты идешь в суд а судья уже помазан замазан все и головой будешь биться пока ты бился эти твои гривны они были там курс по 8 а сейчас курс 28 они уже в 4 раза упали грубо говоря в 3-4 раза нету больше у тебя этих денег понимаешь просто деньги эти твои гривны забрали конвертировали в доллары прокрутили получили прибыль купили дом там на Мальдивах и все а ты как был нищим так и остался у тебя были хоть какие-то там 3 копейки они мало того что их забрали они еще обесценились ты вообще сейчас ничего не вернешь даже если тебе вернут через суд через 50 лет твои депозиты так они уже обесценились ты что думаешь они в долларах тебе вернут если ты вложил допустим там 100 тысяч тебе что 100 тысяч долларов я тебе верну 100 тысяч гривен а гривна уже к нам будет уже там по 100 тысяч за доллар вот тебе доллар вернут один и все в эквиваленте и будешь ты рад самому депозиту кто вообще вкладывает деньги в Украину это просто самоубийство это просто самоубийство каждую секунду твои деньги могут быть присвоены я в Украине не имею желания не хранить ни гривны понимаете потому что вот было мне там 2000 гривен на счету в привате их украли их просто тупо украли понимаете в чем суть банк украл эти деньги через сопленные схемы им их нет все вот цена хранения денег а было бы там допустим 200 тысяч гривен их бы тоже украли так это нормально так это нормально вообще или нет это так цивилизованное общество так живет там в гробу я видел эту всю систему нахрен оно мне надо я что должен пожизненно работать для того чтобы кого-то там чиновника кормить в Украине или какого-нибудь афериста финансиста я не сумасшедший знаете я как бы деньги свои считаю очень четко и не хочу чтобы даже копейки с моего счета куда-то что-то пропало если я куда-то инвестирую то я хотя бы учитываю риски я понимаю что допустим я где-то инвестирую в Америку да есть правила рынка но деньги эти не будут похищены и присвоены а потом раздеребанены между аферистом прокурором и судьей как это в Украине так и оно и бывает потому что я вам могу посоветовать могу вам посоветовать во-первых умнеть набираться знаний думать головой анализировать и быть очень осторожным своими деньгами деньги в Украине хранить нельзя это первое правило которое вы должны себе если вы живете в Украине вам не повезло храните деньги каким-либо образом но в иностранных банках не на территории Украины потому что на территории Украины банковская система не подчиняется абсолютно никаким законам и правилам эти правила только на бумаге деньги должны быть храниться исключительно в зарубежных счетах это какое правило потому что даже понимаете вот грянет какой-то кризис они скажут все депозиты идут на погашение долга перед кредиторами мы их конвискуем и что вы сделаете с этим на Майдан пойдете идите деньги тю-тю нет а если деньги у вас на зарубежных счетах то у этого банка двухстолетняя репутация и он не может себе позволить присвоить ваши деньги потому что если так это произойдет он потеряет триллионы долларов потому что у него там триллионы долларов понимаете десятки триллионов долларов а банки в Украине это мелкие аферистские лавочки сегодня она есть завтра ее нет деньги собрали закрыли и ушли сколько людей в депозитах потеряло деньги в Украине миллиарды миллиарды потеряли просто деньги люди украли то есть не бандит украл Знаете, вот вы говорите, там бандит украл. Так бандит, это надо с пистолетом, да, там украдет там тысячу гривен. А банкир у вас украдет 100 тысяч гривен. Цивилизованно, с галстучком, с улыбочкой. Будет улыбаться, говорит, сори, деньги были ваши, стали наши. И что вы будете делать? Пойдете в суд, купил билет до какой-то страны цивилизованной, поехал, купил себе там дом, дачу, машину. Плевать, он хотел на ваши суды. А вы будете бегать, дурачок, по судам 25 лет в Украине. Смеяться надо все, ржать будут. Судья еще будут, он будет отлистывать в суде, чтобы дело потянуть. И судья в доле, и прокурор в доле, и чувак тут неплохо живет. А вы как дурачок бегаете, что-то требуете. Это над вами ржать все будут, дурак какой-то. Деньги принес, мы его забрали. Ну, поразительно просто. Люди вообще сумасшедшие. Как так можно? Это пиздец. Просто это, ну, вот это... Забудьте вообще о том, что в Украине можно хотя бы гривну хранить. Какие вообще деньги? Друзья, вот пишут, история Америки. При Рокфеллере, Карнеге, Моргане люди умирали в нищете от болезней. Ужас. В результате Америка стала страной для людей. Ребят, так вот, американцы смогли победить своих этих банкиров, которые устраивают кризисы, которые махинации. Они к этому стремились. А в Украине кто-то к этому стремится. Кто у нас главный оригарх в Украине? Петр Порошенко. Какая у нас ситуация в Украине? Петр Порошенко – это Бог. Это Бог. Его нельзя даже как-то обсуждать как-то негативно. На него нужно молиться, это Бог. О какой борьбе идет речь? Вы благотворите своих палачей. И вы носите их на руках. Нет, ну что, в Украине есть такое, что вот украинское общество собралось, сказал так, нам надоело, что нас обманывают, нам надоело, что нас дурят. Мы идем в администрацию президента и выносим этого президента вперед ногами с кабинета. Вот, ну кто вас остановит? Ну вас собрался один миллион человек. Кто вас остановит, если вы Порошенко вынесетесь вперед ногами с администрации президента? Да никто вас не остановит. Кто вас остановит, если вы Авакова вынесете с администрации внутренних дел? Никто не остановит. Вас останавливает только страх. Это раз. Потому что вы боитесь думать даже плохо о власти. И вас останавливает то, что масса людей вокруг, которые говорят, что Порошенко нужно любить, Авакова нужно любить. То есть внутри страны есть огромная группа предателей, коллаборантов, которые за свою тысячу долларов, которые они получают от олигархов, они рассказывают в обществе о том, что Порошенко это хороший, что Аваков это хороший, что вот так должно быть. Умнеть. Сами они как бы нормально себя чувствуют, в отличие от простых людей. А люди почему-то слушают этих людей. Знаете, как на дубочке, на трубочке это играет, да, вот эта, и змея, знаете, там крутится. Вот это вот. Они такие, ага, типа. Ну, люди, ну пора уже умнеть. Ну пора уже умнеть. Почему вы не соберетесь и не надаете порогам вот этим порохоботам? Вы же слушаете, вы же считаете, что Порошенко хорош. Вот и все. И будьте вы так жить. Эти будут на сопилочке играть, да, вы будете крутиться, как они захотят, а денежки ваши будут идти по карманам. Вы что думаете, что Порошенко будет хоть копейку отдавать каких-то долгов? Вы думаете, Гройсман будет отдавать какие-то долги? Отдавать будете вы. Просто с тех денег, которые они получили, они заплатят там своим пропагандистам, парохоботам, там, политологам, журналистам, телеканалам. Они в нас на сопилочке поиграют. А вы денежку свою будете нести, денежку свою, кэш будете, каждый месяц отлистывать. Вот и вот ваша судьба. Я не дурак, чтобы жить в этой системе. Я тихонечко себе работаю в Америке, пополняюсь в банковский счет. Каждый месяц у меня денежек все больше, 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 да. То есть я только в плюс иду. У меня нет каких-то долгов. А если есть, то я хорошо обслуживаю. То есть у меня есть абсолютно возможность обслуживать свои долги, которые я... Даже это не долги, это просто займы на какие-то определенные проекты. Какие-то вещи, которые даже не являются инвестиционными. Потому что я не трачу деньги, просто, знаете, в кредит пошел там где-то. Нет. Если я, допустим, беру какой-то займ, то это займ либо является инвестиционным, если он крупный займ, если это мелкий займ, то я просто его беру для того, чтобы не давать сейчас свои наличные деньги, а я все равно их верну. У меня даже есть, чтобы погасить этот долг прямо сейчас. Но я не хочу отдавать сейчас свои наличные деньги, как с машиной, например, да. Брать машину за наличку или брать машину в кредит. Я бы возьму в кредит, даже если у меня есть наличка, чтобы ее купить. Почему? Потому что я не хочу отдавать свой кэш прямо сейчас. Я лучше его где-нибудь использую и заработаю еще больше. Или не будет какая-то стабильность, да, вот моя финансовая подушка. А банку я всегда успею отдать деньги. У меня деньги есть и доходы есть, чтобы вернуть. А в Украине у людей денег нет, потому что они тратят больше, чем зарабатывают. И при этом они еще денежки свои несут Порошенко, да, потому что им на сопилочке поиграли там на телеканале. Вот и все. И что, думаете, Порошенко какой доллар вернет своих денег, долги какие-то? Нет, он все долги повесит на вас. Абсолютно. Абсолютно. Зачем мне жить в рабстве у Петра Порошенко или у Гройсмана? Я что, дурак, что ли? Ты забыл, почему уехал, почему не собирал и шел в ВП. Ребята, я был в Киеве, когда хотели захватить администрацию президента. 1 декабря 2013 года. Я был там. И что произошло? Помните? На Грейдер. Кстати, вы знаете, что вот наших людей обвинили в захвате Грейдера? Дорожный контроль обвиняется в совершении уголовного преступления по захвату Грейдера для атаки администрации президента. Вы знаете, что многие годы, начиная с 2008, начиная с 2010, как Янукович пришел к власти, я и моя команда работали на подрыв власти Януковича. Очень круто работали. Очень серьезно работали. Мы их шатали просто в пепел. И дошатали. Так что люди просто озверели на Майдане. И 1 декабря, если бы люди не, извините, нас цыканули, захватили бы власть полностью в стране. Вся власть была бы наша. Людей. И что произошло? На Грейдер вылез Петр Алексеевич Порошенко. И начал вам сопеть на дудочке. Что ни в коем случае нельзя провоцировать. Что ни в коем случае нельзя возникать против власти. Что ни в коем случае нельзя грубить власти. Нужно вести только цивилизованную беседу с бандитами. Что нужно быть очень таким тихоней. И люди под эту сопилочку начали крутиться. И пошли за Петром Алексеевичем Порошенко. Идут, 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 идут. И до чего дошли? Удачи вам, ребята. Удачи. Я на это все посмотрел. Подумал, люди, ну... Мозгов, если в голове нет. Мне с вами просто не по пути. Я все, что от меня требовалось, сделал. Напевать с плюсом. Все сделал. Остался только последний шаг. Собраться все вместе и навалять власти. Но люди послушали пение Петра Алексеевича Порошенко и пошли за ним. Выбрали президентом. Яценюка назначили премьер-министром. Авакова, главой МВД. А те люди не дураки. Они говорят, ага, так, вот этот чувак очень опасен. Очень опасен. Он же может народ поднять. Он же может оказать угрозу нашей власти. Что с ним нужно сделать? Ликвидировать. Заставить замолчать. Попробовать купить. Если не купится, заставить замолчать. Посадить. Если начнет поднимать волну, голову отрезать. Я на это посмотрел. Я что, дурак, что ли? Зачем оно мне надо? Люди по цепилочку идут за Алексеевичем, за Аваковым. Мне голову отрежут. Я сказал, пока, ребята. Успехов вам в вашей новой жизни. И теперь я строю свою жизнь так, как я хочу. Так, как мне нравится. В цивилизованной стране, где работают законы. Где стабильная банковская система. Где кредитный рейтинг государства ААА. Где у меня кредитный рейтинг Excellent. Где банки мне дают деньги, я их возвращаю. Где у меня стабильный заработок. Где я чувствую себя в безопасности. Где я хожу свободно по улице. Где никто ко мне не пристает. Никто не говорит, что мне нужно отрезать голову, потому что я такой нехороший журналист. Вот и все. Вы сделали свой выбор. Я сделал свой выбор. Я еще раз говорю, я не дебил, понимаете. Я не дебил. Я не собираюсь лишаться головы ради Петра Алексеевича Порошенко или Арсена Авакова. Это если бы, ну, хорошо, моя голова что-то бы изменила. Так они просто отрежут голову, так на могилу придут еще пара работ и скажут, о, как классно мы сделали. Так не будет. Я не дурак. Я не дурак. Не надо держать меня за дурака. Ребят, я не знаю, трансляция, конечно, так глючит. Я не вижу ваших комментариев. Я их вижу, но это в каком-то таком ограниченном количестве. Давайте, наверное, будем потихоньку закругляться. Тем более у вас уже поздно. У вас уже там сколько? Уже ночь. Уже реально ночь. И одиннадцатый час, получается, где-то. Поверьте, если бы люди в Украине, я не говорю там про сто людей, про двести, про тысячи людей. Да, борцов очень много. Но если бы в Украине были бы миллионы людей, которые реально хотят нормально жить, и они бы вот командой собрались бы, у них есть лидеры, потому что не может быть у толпы, не может быть лидера. Не может быть такого, чтобы не было лидера. Лидеры нужны. Не все могут быть лидерами. Не все обладают определенными организаторскими способностями. Не все обладают определенным опытом. Тогда без вопросов. Я бы с удовольствием бы с армией, несколько миллионов людей, пошел бы в бой и победил бы всех этих людей. Без проблем. Но когда за твоей спиной там 200-300 человек, а остальные там 20 миллионов это на подцепилочку иду, да, от Петра Алексеевича Порошенко или какого-нибудь другого дебила, то с кем воевать? С кем выйти в бой? Ну вот я, допустим, был в Валовайске. В нашем отряде там были пару сотен людей, да. И вот мы одни, пару сотен людей, воюем против российской армии. Сидим в окопах. Я, мои коллеги, журналисты, солдаты. Нас очень маленькое количество в 42-х миллионном государстве. Нас собралось всего пару сотен людей. собралось в 42-х миллионном государстве воевать против России. И я сижу, думаю, а зачем это все? Ради кого? Ну вот нас всех покрошили. Осталось там пару десятков выживших. Я один из них. И что? Это спасло Украину? Это как-то помогло стране? Нет. Просто пару сотен семей лишилось своих братьев, мужей, отцов. А Петр Алексеевич Порошенко продолжил развивать свой Рошен. И на сопилочке играть. Вы таки, знаете, танцуете там все вместе с ним. Вот представьте, меня бы убили, воловаясь. Тут не было все. Вот нету Росислава Шапошки. Представьте, все. Нет. Салфет. Все. Нет меня. Представьте, что меня просто нет. Вы лучше стали жить. Лучше стали жить, вот меня нет. Вас увеличилась зарплата. Вас увеличились доходы. Вас появился новый дом. Нет. От моей смерти, от моей смерти ваша жизнь не улучшится. Понимаете, в чем суть? Так какой смысл? Какой мне смысл идти в бой, который я в 100% проиграю, в 100% меня убьют, и с этого вообще ничего не изменится? Какой в этом смысл? Одно дело, если бы за моей спиной была бы миллионная армия, и мы пошли бы в бой, и я понимаю, что шансы, допустим, выиграть 50 на 50, и я бы погиб бы в бою, и мое войско бы разгромило бы врага, вот в этом есть смысл. Ну да, я погиб за победу. А если я вышел против миллионной армии Порошенковской, а за моей спиной там 300 человек, и нас всех покрошили, и через неделю все забыли об этом, то какой в этом смысл? Ну, должен же быть логика в чем-то. Потому я не в Украине. А за что мне там делать? Ну, что мне там делать в Украине? Назовите мне одну причину мне там находиться. Если я вижу, что в Украине люди выходят на улицы и по цепилочку Петра Алексеевича Порошенко танцуют, что мне делать? О чем мне с ними беседовать? О каких материях мне с ними говорить? Я на это посмотрю и думаю, ну, танцуйте себе. Зачем оно мне надо? Я что, дурак что ли? Продолжайте танцевать. Соберется у вас миллион, поговорим. Не соберется, мне с вами делать нечего. Просто нечего. Нечем беседовать даже. Вот и все. Я много лет воевал в Украине. Я пострадал. Прошел очень плохие вещи. Вы что думаете, что у меня там все классно складно сложилось? Нет. Я только вот начал жить буквально вот только как я уехал в Америку в 32 года. Ну, я уехал раньше там 20, сколько это? 29 было. Вот. И вот я только сейчас начинаю как-то становиться на ноги, что-то делать, потому что я потратил огромное количество времени в Украине впустую. Я не заработал ни денег, ни имущества. Но что у меня в Украине есть? Ничего нет. Квартира родителей, машины там уже тоже нет. Денег нет. Что там? Пару папок с документами судебными. Там не пару папок, конечно, но я так утрирую. И компьютер. Это все, что у меня в Украине с 29 лет образовалось. Ну, замечательная страна. Крутая. И вот теперь в 32 года мне нужно успеть сделать все то, что я мог бы сделать, там, закончив школу там 17 лет, если бы я жил в Америке, да. Мне нужно побыстрее догнать, да, вот, то потраченное время. В Украине просто впустую, я считаю. Просто впустую. Вот. И уже начинать жить как человек нормально, чтобы там к 40-50 годам уже крепко стоять на ногах и все. И дальше вот развиваться. А что в Украине? В Украине ты будешь голодранцем и в 30 лет, и в 40 лет, в 50 лет голодранцем будешь, и в 60, и умрешь нищим, с протянутой рукой. Вот твоя судьба в Украине. Умереть нищим, болиным, никому не нужным, несчастным. А порошенковские товарищи, они все будут в шоколаде, потому что им заплатят за то, чтобы вы танцевали под их дудочку, отдавали свои деньги. И они уедут жить на пенсию в свои шикарные дома. Вы что думаете, Порошенко будет с протянутой рукой стоять? Нет. Вы думаете, окружение будет его стоять? Нет. Вы будете стоять? Вы, вы, еще раз вы, потому что вы будете платить деньги за все долги, за все промахи, за все неудачи, которые вам создала ваша власть, которую вы выбрали, которую вы привели. Как пошли за Порошенко с 1 декабря танцуя под дудочку, до сих пор продолжаете танцевать. Нищие, несчастные, голодранцы, в поуши, в долгах. Вот итог, собственно, танцевания под дудочку. Думайте головой, прежде чем что-то делать. Анализируйте. И не обвиняйте тех людей, которые не хотят танцевать вместе с вами. Потому что танцорами не все хотят быть, поверьте. Здесь люди, которые пытаются анализировать и принимать адекватные решения. Так, ну что, ребята, я думаю, что будем заканчивать. Мы поговорили там, сколько, полтора часа с вами. Я не знаю, получится, может, залью этот ролик на YouTube. мой главный месседж к вам это, чтобы вы думали своей головой. Вот все, что от вас требуется, это сесть за стол, включить мозг и подумать, что вы будете делать в ближайшее время. Это краткосрочная перспектива и долгосрочная. И с чем вы будете заниматься на вашей пенсии. И не будет ли так, что вы сейчас думаете, что на пенсии у вас все будет хорошо, а в итоге у вас все заберут. Думайте над тем, где вы храните свои деньги, кому вы их доверяете, какой риск, что вас их могут забрать, какой риск, что вас могут забрать ваше жилье. И тому подобное. Просто проанализируйте, сядьте и трезво подумайте, вот спокойно, составьте план и следуйте этому плану. общество, в котором вы живете, не хочет бороться с вами за хорошую жизнь, поверьте мне, самым грамотным способом будет тихонечко никому не говорить, собрать свои манатки и тихонечко уехать туда, где собственно общество в адеквате. У вас не будет другого пути, потому что либо вы боретесь, либо вы отваливаете. но если есть с кем бороться, а если нет с кем бороться, нет напарников по борьбе, да, и вы не отваливаете, то вы будете вот тем вот мясом, тем лохом, который за все будет в итоге платить. потому что платить будет не Петр Алексеевич Порошенко, а вы. Вы, и еще раз, вы будете платить за все, потому что придет кредитор и скажет, где деньги. Подумайте над этим. Все, всем спасибо, удачных выходных, спокойной ночи, будем на связи по возможности. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok